Экзамен в прямом эфире Я подготовилась, но немножко волнуюсь, конечно, как и все остальные Назад в СССР. Вкусная еда, низкие цены и уютная атмосфера. Новое кафе в старом стиле открылось в Альмитевске Я надеюсь, что наше кафе под названием Райбо будет любимым местом жителей Подпиши близких, подпиши родителей. К республиканской акции подключились и жители Нефтеграда Я подписалась сама на эти издания, в первую очередь. Прикласила на подписку своих родных Сегодня девятиклассники сдавали госэкзамен по русскому языку В 1937 альмитевских школьников в четырех образовательных учреждениях писали второй из двух обязательных предметов В кабинеты выпускники проходили, как и в прошлом году, через стационарные металлоискатели А вот новшеством стала онлайн-трансляция с веб-камер Я подготовилась, но немножко волнуюсь, конечно, как и все остальные Но надеюсь, что сдам Ну, волнение, знаю, как-то волнуюсь каждым разом, все хуже и хуже Девятиклассники в этом году в обязательном порядке сдают четыре экзамена Русский и математику и два предмета по выбору Раньше, напомним, предметы по выбору можно было и не сдавать Самым популярным у школьников вот уже несколько лет остается общество знания Его писали в этом году 974 девятиклассника Далее идут физика и биология Каждый из них будут сдавать более полутысячи школьников Оправиться от экзаменационного стресса и отдохнуть Альмитевские школьники и их родители смогут в ближайшие выходные В воскресенье в Альмитевске пройдет Сабантуй В 10 часов в зоне отдыха Сабантуя начнут свою работу концертные и игровые площадки А также национальные дворики В 11 часов на центральном Майдане пройдет театрализованное открытие и чествование передовиков сельского хозяйства С 12 часов там же начнутся спортивные состязания А маленьких альмитевцев ждет специальная программа на детском Майдане Конные состязания на ипподроме стартуют в половине первого С 13.30 до 16 часов на центральной сцене пройдет праздничный концерт С участием государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан А также звезд российской эстрады Но пока жители Альмитевска могут совершить приятное путешествие в прошлое В старой части города появилось кафе, стилизованное под заведение общественного питания времен Советского Союза Со всеми атрибутами тех времен и, конечно, с меню, способным подарить истинное наслаждение любителям старой доброй кухни народов СССР Посетители встречают пионерки и яркие лозунги на фасаде Все это так знакомо и близко тем, кто родился в Советском Союзе Без сомнения, идея кафе в стиле социалистического прошлого вызовет интерес и у молодежи Тем более, что качественная и вкусная продукция альмитевского райпо давно полюбилась жителям города Я надеюсь, что наше кафе под названием райпо будет любимым местом жителей нашего города и района Создание кафе в советском стиле – это отражение истории самого райпо А еще обещание работать в лучших традициях предприятия с огромным опытом Сегодня открывая это кафе, нужно сказать, что вообще кафе в Альмитевске не хватает Не хватает качественного обслуживания Еще раз сказать, что это очень хорошая идея и очень востребована в городе 86 лет альмитевское райпо занимает прочное место на рынке товаров и услуг У предприятия не только богатое прошлое, но и вполне перспективное будущее Множество интересных идей Одна из них – это реконструированное кафе уже успешно воплотилось в жизнь Я думаю, это для старого альмитевского очень хорошая кафе будет Потому что тут старожилы живут Внутреннее оформление кафе соответствует заданному стилю Деревянная мебель, полки с раритетными экспонатами – все это кому-то напомнит свое детство А кому-то расскажет о молодости их родителей Наши кухонные специалисты всегда готовят по-домашнему И в соответствии с названием также мы соответственно будем и кухне соответствовать названию Сразу после открытия кафе наполнилось посетителями Оно и раньше было довольно популярным у любителей вкусной выпечки и полноценного домашнего обеда Руководство райпо уверено, что теперь количество гостей стилизованного кафе вырастет многократно Для жителей города-района это будет излюбленным местом для проведения различных торжеств Также для отдыха Добро пожаловать Список предлагаемых блюд и продуктов в кафе «Райпо» весьма широк и разнообразен И все по доступным ценам Так что каждого желающего вкусно и сытно поесть ждут по адресу Старый Альметьевск, улица Советская, 81А, кафе «Райпо» Тема безопасности дорожного движения актуальна не только в городе, но и на селе В особенности, когда речь идет о детях В Китючатово в честь наступления летних каникул прошло мероприятие «Мой друг велосипед» Организовал его мемориальный музей Резы Фахредина Какие интересные занятия ожидали детей на празднике, узнаем из материала нашего корреспондента Наступили летние каникулы У детей и подростков появилась масса свободного времени И его они стараются проводить на улице Чтобы лето запомнилось школьникам яркими событиями и беззаботным отдыхом Он должен быть безопасным Об этом надо позаботиться взрослым Мемориальный музей Резы Фахредина организовал спортивный праздник Главной темой которого стало соблюдение правил дорожного движения Основным транспортным средством для отработки навыков безопасного поведения на дороге Стал, конечно, велосипед Поэтому, чтобы дети знали, прежде всего, как ездить на велосипедах Какие у нас есть правила вождения велосипеда И потом, как пешеход они себя должны вести Это тоже надо изучить Поэтому мы сделали вот такое мероприятие Своего рода шоу Мероприятие проходило в форме игры Дети активно участвовали в викторинах, конкурсах на знания правил дорожного движения Отвечали на вопросы ведущего Вместе с директором музея Диляры Гимрановой ребята проехались по привычному для них маршруту От музея до школы Она рассказала, как правильно нужно вести себя на дороге И какой стороны должен держаться велосипедист Кататься с друзьями мне лучше Ну, понравилось А почему? Ну, не знаю, потому что я как-то лучше люблю кататься Мне больше всего понравилось ехать с друзьями Потому что мы катались на велике, развивались За правильные ответы и участие в мероприятии Школьники получили сувениры и сладкие призы Такие праздники Мемориальный музей планируют проводить и в дальнейшем Людмила Воронина, Полина Сураева, Ильдар Гемаев, Альметьевск ТВ Подарки самым преданным читателям В редакции газеты «Знамя труда» состоялся розыгрыш призов среди подписчиков На протяжении всего подписного периода Альметьевцы приносили копии квитанции в редакцию И вот настало время узнать имена счастливчиков С легкой руки юной читательницы «Знаменки» Полины Призы от редакции находят своих обладателей Победители получили призы – мешок муки, мешок сахара и главный приз – мультиварку Такие розыгрыши газета проводит дважды в год Все желающие принять участие могут оформить подписку любым удобным способом Опять-таки, это и альтернативная подписка, и интернет-подписка, и через почту В общем, кому как интересно Также победители получили несколько продуктовых сертификатов Подарочные сертификаты на бесплатное объявление или поздравление в газете «Знамя труда» И подарочные сертификаты на подписку на первое полугодие 2017 года Но не только розыгрышем призов редакция привлекает новых подписчиков В Татарстане стартовала акция «Подпиши близких, подпиши родителей» Которая призвана привлечь новых читателей к печатным изданиям компании «Татмедиа» В ней уже приняли участие как рядовые граждане, так и первые лица республики С каждым днём к акции присоединяются всё больше жителей Альметьевска Я подписалась сама на эти издания, в первую очередь Прикласила на подписку своих родных, знакомых и, конечно же, тех, кто приходит к нам в клуб Подписывайтесь, граждане, потому что только в этих газетах Вы можете узнать все свежие новости, подробности, факты Подписаться на газеты «Знамя труда» и «Эльмета Нары» альметьевцы могут до 1 июля Герои нашего следующего сюжета читают не только газеты, но и техническую литературу В Центре молодёжного инновационного творчества «Имидж» прошли мастер-классы по сборке объёмных моделей из фанеры Участниками занятий стали школьники от 9 до 18 лет О том, как прошёл мастер-класс и будут ли они продолжаться, расскажем в следующем сюжете Центр молодёжного инновационного творчества «Имидж» создан для того, чтобы развивать творческую и инженерную мысль подрастающего поколения А также, чтобы научить молодых создавать технические новинки своими руками В день открытия центра, в середине апреля, подростки презентовали роботов, собранных собственными руками И пробовали свои силы в трёхмерном сканировании На этот раз на мастер-классах в течение двух дней школьники собирали объёмные модели популярных мультяшных героев «Губки Боба» и «Паровозика» Но мы решили, что все люди привыкли уже непосредственно к машинам И хотели что-нибудь более оригинальное И поэтому, вспомнив старые былые времена, хотели показать им старые модельки «Паровозика» Детали будущего макета вырезаны из фанерного листа на лазерном станке Их подготовили сами педагоги Участникам занятий раздали заготовки и фотоинструкцию с поэтапным описанием сборки модели Но некоторым школьникам и инструкции не понадобились Всю процедуру сборки макета они и так прекрасно знают На станке лазерном нам вырезают детали Нам не показывают их, так как говорят, что лазер вредит глазам Нам дают детали И из этих деталей мы просто, получается, вытаскиваем детали вырезанные и собираем их в одну фигуру Выяснилось, что сборка модели в равной степени интересна как младшим школьникам, так и старшим Пожалуй, это одно из немногих увлечений, где ребята разного возраста смогли объединиться за одним процессом Что тебе здесь больше всего нравится? Собирание всяких фигурок, например, как в спанчбог вчера делали Мне нравится собирать, заливаться Для меня собирать это очень увлекательно, потому что сейчас я сдаю ЕГЭ И как-то нужно отлечься, и этот центр мне очень сильно помог Потому что хоть даже это, как сказать, для детей, но все же мне это очень-очень нравится В процесс активно включились и родители С не меньшим азартом они собирали паровозик Очень, даже взрослым, мне кажется, очень-очень увлекательно В заключении занятий Центр молодежных инновационных технологий Вручил ребятам сертификаты об участии в мастер-классах А изготовленные модели дети оставили себе на память Такие мероприятия центр планирует проводить в первых числах каждого месяца А ближе к сентябрю каждый школьник сможет записаться в Центр молодежных инновационных технологий на кружок по интересам Марина Юрьевна, Полина Сураева, Эльдар Гемаев, Альметьевск ТВ Не только в технике сильны маленькие жители нефтяной столицы В Альметьевске продолжается конкурс «Эколидер-2016» В этот раз специалисты Департамента экологии и природопользования посетили детский сад номер 50 «Лейсан» Малыши подготовили для гостей небольшой концерт и рассказали, как сильно они любят природу Прививать любовь к природе нужно с ранних лет В первую очередь заниматься этим должны родители, а помогают им воспитатели и педагоги В детском саду номер 50 воспитанию бережного отношения к природе уделяют немало времени Поэтому сад – постоянный участник конкурса «Эколидер» Мы участвуем в этом конкурсе очень много лет, были победителями этого конкурса Являемся участниками международного движения «Зеленый флаг» Работа по экологическому воспитанию в детском саду «Лейсан» ведется огромная Малыши во всех группах зимой кормят птиц, весной помогают воспитателям высаживать цветы Ухаживают за растениями в группах, ведут наблюдения за изменениями в природе в разное время года И выполняют множество других полезных заданий и упражнений Участие в конкурсе «Эколидер-2016» принимают все воспитанники детского сада Даже самые маленькие, которым всего по два годика В детских садах критерии – это самый основной критерий – это результативность работы Чтобы ребенок понял, что он должен охранять природу И бывает очень мило смотреть, когда маленькие дети делают сметчане взрослым Дети средней группы показали сценку «Любите матушку природу» Рассказали кодекс эколога, танцевали, пели Помимо детских садов, конкурс проходит также в школах, в вузах, в организациях и на предприятиях Участвуют в нем и сельские поселения Все итоги «Эколидера-2016» будут подведены в сентябре Алена Минкина, Эльдар Гемаев, Альмитиск ТВ На этом выпуск подошел к завершению Присоединяйтесь к нашим официальным группам во всех социальных сетях Смотрите новости и передачи на сайте А если вам есть что рассказать, оставляйте комментарий или звоните нам в телекомпанию А я с вами прощаюсь, до следующей встречи на нашем канале Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!